Привет, с вами Soer. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня поговорим про качество кода. Что я вкладываю в это понятие? Вообще, конечно, понятие качества кода это очень обширное, широкое понятие. Сегодня я хочу поговорить о одной узкой вещи, так называемой декомпозируемости кода. То есть, свойства кода делятся на части и возможности отделять одну часть кода от другой с минимальными издержками. То есть, декомпозируемость это то, насколько код готов к тому, чтобы его разделили, модифицировали, меняли, в том числе и архитектурно. Например, если мы хотим наш код переделать с монолитной архитектуры на сервисную архитектуру, декомпозируемость монолитной архитектуры очень сильно будет влиять на то, сколько сил нам понадобится на то, чтобы выполнить эту переделку. Поэтому очень хорошо код держать в декомпозируемом состоянии. Но что это значит, декомпозируемое состояние? Как определить, что наш код может быть разделен на части? И вот сегодня под качеством кода мы будем как раз рассматривать эту основную для нас характеристику, декомпозируемость. Зависит она от двух вещей, по большому счету. Это зацепление, о котором мы сейчас поговорим, и абстракция. То есть, выделение абстракции, интерфейсов и взаимодействие через интерфейс. Давайте начнем с зацепления. И, наверное, все это знают, но, тем не менее, повторимся. Зацепление это характеристика, которая показывает нам, насколько одни части системы информированы о других. Как правило, зацепления говорят либо в отношении классов, либо в отношении компонентов, либо в отношении модулей. То есть, в зависимости от уровня абстракции, зацепление может возникать между разными компонентами системами, между разными модулями системами. Поэтому давайте рассмотрим такое классическое представление с позиции компонента. То есть, у нас есть компонент, который мы назовем компонент А, и есть второй компонент, который назовем компонентом В. И в них, допустим, есть какое-то количество классов, которые мы добавляем точками. Так вот, зацепление это как раз ситуация, при которой компоненты знают о классах друг друга. И мера зацепления как раз характеризуется количеством этих связей. Высокое зацепление, когда у нас слишком много этих связей. То есть, это ситуация, при которой А знает о Б так много, что они не могут рассматриваться по отдельности. Это и есть нарушение декомпозируемости. Поэтому существует правило, что зацепление должно быть минимизировано, максимально упрощено и сводиться к небольшому количеству связей. Тогда можно говорить о том, что компоненты могут меняться с незначительными издержками. Полностью избавиться от зацепления, конечно, невозможно. Это необходимо для взаимодействия и для организации работы любой системы. Но на самом деле, сейчас я провел ситуацию, в которой мы говорим просто о зацеплении, когда кто-то знает о ком-то. Но есть разделение зацепления на афферентное и эфферентное. Это сложные термины, которые я сейчас попытаюсь объяснить. Смотрите, эти определения были введены еще давным-давно Эдвардом Йорданом и Ларри Константином. Ссылка внизу там есть, в какой книге они описывали эти понятия. Поэтому я не буду сейчас цитировать эту книгу. Я просто опишу все своими словами. А книгу вы можете прочитать, там довольно много интересных вещей написано. Возвращаемся к нашим двум компонентам. Компоненту А и компоненту Б. Смотрите, когда у нас возникает слово «знает», это очень такое расплывчатое отношение. Потому что это может быть и использование, и жесткое использование. Это может быть ссылка, это может быть параметр функции, это может быть непосредственно интегрированное в класс переменной, который является классом другого компонента. То есть степень связи информирования, информация, это самая слабая, но на самом деле она может быть и увеличена, усложнена, усилена. И в нашем случае нас интересует не столько, насколько сильна эта связь, насколько в каком направлении она работает. И как раз направление определяется вот этими понятиями. Если у нас есть класс в компоненте А, который знает о компоненте Б, в том смысле, что компонент Б ничего не знает о классе А, а класс А знает о компоненте Б, то это называется, соответственно, внешняя связь, и по сути это эфферентное зацепление. То есть когда говорим «сила эфферентного зацепления в компоненте А», он здесь будет один. Но при этом в обратную сторону компонент Б ничего не знает, и для него эфферентное зацепление на компонент А равно нулю. Потому что это нет внешнего зацепления, он о нем ничего не знает. Поэтому если вот здесь возникают какие-то изменения, то компонент Б может повлиять на компонент А, потому что компонент А к нему обращается, компонент А о нем думает. И отсюда возникает ситуация, при котором изменения компонента Б могут повлиять на компонент А, но не наоборот. Компонент А может меняться сколько угодно, а компонент Б, в общем-то, никак от этого не зависит. Если мы будем рассматривать с позиции компонента А данную ситуацию, это будет эфферентное зацепление. Если мы наоборот перейдем на сторону компонента Б, то для нас это будет афферентное зацепление. Это значит, что есть некая внешняя связь на наш компонент. То есть афферентное зацепление, это как раз обратная ситуация. Может быть и так, что у нас есть разные зацепления в проекте. Какие-то классы знают о классах компонента Б, какие-то классы компонента Б знают о компоненте А. И возникает, собственно, два вида зацепления, которые мы будем рассматривать. Для чего нам это надо? Ну, все дело в том, что благодаря любимому нами Роберту Мартину появилось такое понятие, как нестабильность. Значит, если вы увидите, вот эта буковка Е, она означает эфферентное зацепление, а это афферентное зацепление обозначает. Далее буду называть CE, CA. Значит, нестабильность это индекс, который может принимать значение от нуля до единицы. В каком случае он принимает значение единицу? Все дело в том, что если мы полностью исключим зацепление, использование наших классов в других классах, то, соответственно, эфферентное зацепление будет равно нулю. И если у нас здесь любая циферка будет один, два, неважно, все равно индекс будет, индекс нестабильности будет равен единице. Единица это максимальная нестабильность. Значит, что если у нашего класса есть какие-то внешние зацепления, это значит, что он максимально нестабилен, потому что изменения в этих зацеплениях будут влиять на его работу, то есть, соответственно, высокое зацепление на внешние связи будет ему мешать. В то время как, если в компоненте возникнет обратное зацепление, то есть на классы нашего компонента будет кто-то смотреть снаружи, для нас эта ситуация будет нормальной. То есть стабильность работы нашего класса не зависит от того, это мы на них влияем, они на нас не влияют. Поэтому увеличение CA будет улучшать стабильность нашего компонента. То есть если вот это будет очень маленькая величина, а это будет очень большая, то мы будем идти к нулю, то есть мы будем влиять на другие, но так как мы влияем на другие, нам это все равно, а другие компоненты на нас влиять не будут, соответственно, у нас появляется ситуация, когда мы будем стремиться к нулю, к более стабильному коду. И таким образом эта метрика показывает, насколько наш компонент в самом деле, ну скажем так, сбалансирован. Если он сильно-сильно нестабилен, сильно-сильно зависит от внешних связей, от внешнего зацепления, конечно, его нужно посмотреть, пощупать, понять, с чем это связано. Все дело в том, что бывают случаи, когда это нормально, да, какой-нибудь, какая-нибудь аркестрация, когда один компонент должен знать о многих внешних компонентах, и там действительно будет нормально. Но тогда мы должны понять одну важную вещь. У нас есть параметр CE, у нас есть параметр CA, и у нас есть индекс нестабильности. Так вот, если у нас, назовем красная зона, красной зоной будем считать такую ситуацию, при которой значение параметра будет слишком велико. То есть, если у нас слишком большие значения CE или CA зацепления, то это красная зона. Если у нас слишком большие значения индекса близких к единице, это красная зона. Так вот, если два из трех параметра находятся в красной зоне, неважно, в каком порядке, это уже ситуация, которая требует детального внимания. Если в красной зоне находится только один параметр, а все остальные в состоянии ОК, тогда эта ситуация может быть еще более-менее нормальной, потому что есть действительно ситуации, при которых та или иная часть приложения берет на себя функции, которые ее роль усиливают, и мы не можем никак этого избежать. То есть, никакими архитектурными, никакими иными действиями мы не можем это сбалансировать и сделать так, чтобы наши метрики с позиции зацепления нормализовались. Надеюсь, это понятно. И теперь давайте поговорим про абстрактность. Это еще одна метрика, которая тоже введена Робертом Мартином. Она нам говорит о том, что у нас есть вполне конкретные вещи, в коде, такие как интерфейсы, абстрактные классы, которые мы можем посчитать. И это будет, соответственно, метрика абстракций, то есть количество абстрактных сущностей в нашем коде. Это и абстрактные методы, абстрактные классы, интерфейсы. А есть вполне себе конкретные реализации, которые мы обозначим через MC. Соответственно, индекс абстракций мы возьмем как отношение абстрактных, количество абстрактных классов и вообще сущностей в коде, ко всем сущностям в коде, включая и абстрактные, и конкретные. Соответственно, чем выше это значение, то есть если у нас нет ничего конкретного, тогда у нас будет единица, опять же, это абсолютно абстрактный код, ноль это абсолютно конкретный код. Соответственно, истина где-то посередине. То есть абстрактность это мера, позволяющая нам понять, есть ли архитектурные границы, есть ли интерфейсы, проведены ли линии разграничения, по которым мы можем говорить о том, насколько наш код абстрактен. Абстрактность это вещь, которая очень сильно влияет на то, как мы можем делить наш код, как мы можем его повторно использовать, и поэтому эта метрика очень и очень важна. Но теперь давайте поговорим, как это все вместе компонуется. Если мы будем нашу кодовую базу, обратите внимание, сначала я говорил о компонентах, но я в самом начале пояснил, что мы можем растянуть, мы можем всю кодовую базу рассматривать с позиции нестабильности и абстракции. То есть это будет большой компонент, модуль, приложение, и мы можем растягивать ее вверх. А можем уменьшить до класса. То есть здесь мы на самом деле можем по такому же самому принципу рассматривать не кодовую базу проекта, а кодовую базу компонента. То есть здесь нет прямо такой необходимости оставаться прямо на одном уровне абстракции. Давайте посмотрим на то, что нас может насторожить и вообще как это все работает. Смотрите, мы можем посчитать нестабильность и определить, соответственно, положение нашей точки по оси OX. Мы можем посчитать абстрактность и определить нашу точку по оси OY. Соответственно, где наша точка не должна оказаться? Совершенно точно она не должна оказаться вот здесь, потому что это бесполезный код, он очень абстрактный, но очень нестабильный. У него очень высокие зацепления на внешние связи. Соответственно, здесь, здесь оказавшись у нас код, он будет плохим. Вот чего мы должны избегать, для того, чтобы наш код можно было потом всячески обрабатывать, пилить и так далее. То есть позиции декомпозируемости он должен себя хорошо чувствовать, если он не оказывается вот в этой верхней зоне. Также мы не должны уходить вот сюда. То есть мы не должны создавать такой код, который будет иметь хорошую, очень хорошую стабильность, за счет того, что он будет иметь мало внешних связей. В основном будут это какие-то связи, которые на наши компоненты идут. Но они будут очень конкретными, и тогда это будет очень больно сопровождать, потому что никаких абстракций, постоянной конкретной реализации. Это нужно будет куча дублирования сделать. Здесь возникнет большое-большое количество дублирований. Также очень неинтересно попасть вот в эту зону, потому что если вы думаете, конкретный нестабильный код это что-то из серии Big Ball of Moon. То есть когда у нас есть неструктурированный код, который, собственно говоря, нам мешает, и мы хотим от этого избавиться. И получается, что для нас оптимально будет находиться вот в районе этой главной линии, вот в этой части, тогда мы можем говорить о том, что наш код с позиции качества кода достаточно хорош, что он может быть декомпозируем и разделен, переведен на другую архитектуру, в нем легко достаточно проводить рефакторинг, и, соответственно, у нас есть для этого механизмы абстракции, для этого у нас есть, соответственно, механизмы управления зацеплением, и мы тогда можем говорить о том, что спустя время, если мы будем наш код постоянно поддерживать вот в этой зоне, спустя время мы будем иметь достаточно вразумительные сроки на переход на другие архитектуры, на внедрение новой функциональности, и не уходить куда-то в неинтересные для нас исправления ошибок, хрупкость кода, когда небольшие изменения будут его просто ронять, и мы ничего с этим сделать не можем. Вот так нестабильность и абстрактность связаны между собой, надеюсь, вам было интересно. С вами был Сойер, спасибо, что слушали, до свидания.